Как можно дольше спортсмену держать? Берет в руки молот Тора весом 24 килограмма и держит на вытянутых руках. На парковке торгового центра стартовало зрелищное шоу с участием титулованных спортсменов края. Дебютант в силовом экстриме хоккеист Илья Кафанов удерживал гирю аж 49 секунд. На самом деле было непросто. Я подготавливался в течение трех месяцев, старался. Все-таки дебют, надо показать себя с лучшей стороны. Но пока вроде иду на первом месте. В процессе явно было нелегко. Как себя поддерживали, о чем думали? Первая мысль, когда была 20 секунда. Илья, зачем тебе это нужно? Вторая мысль. Илья, соберись, на тебя все смотрят. Ребенок, жена, папа, мама. Ну и зачем ты здесь стоишь ради этого? Нужно стоять до конца. Зрелищные выступления притянули сотни глаз. Зрители наблюдали за сильнейшими спортсменами края и за показательными выступлениями тахакландистов и за участниками военно-спортивного клуба «Миротворец». Спортсмены на протяжении нескольких часов боролись за престижные медали, почетные дипломы и денежное вознаграждение. Общий призовой фонд соревнований составил 80 тысяч рублей. 40 тысяч – это первое место, 25 – второе, 15 – третье. Ну и, соответственно, подарки от спонсоров. Самое интересное, что победитель данного турнира будет представлять Алтайский край на чемпионате России по силовому экстриму. По итогам, в прямом смысле, тяжелой борьбы. Места распределились следующим образом. Бронзу завоевал Дмитрий Большаков, серебро – Илья Кафанов, а золото взял Сергей Потехин. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.